В преддверии праздника Международного женского дня представительницы прекрасного пола из Тверской области за особые заслуги были удостоены государственных и региональных наград. Честовали в этот день многодетных матерей, женщин-инженеров, полицейских, а также тех, кто освоил совсем не женские профессии. На торжественной церемонии побывал наш корреспондент. Необычным и запоминающимся подарком к 8 марта для Марины Бобровой из Твери станет почетный знак Тверской области «Слава матери». Женщина воспитывает пятерых детей. Старшая дочь уже оканчивает школу, а младший сын только пойдет в детский сад. Секрет большой счастливой семьи прост, рассказывает Марина. Все держится на любви и уважении. Я и муж полностью отдаемся детям. Хотим мы, болеем или какие-то у нас трудности другие, вот у супруга на работе. Мы все для детей. Как бы в первую очередь дети. Вот все бросаем, здоровье, школа, все бежим, делаем. Тем более делится женщина с журналистами. Многодетные родители могут рассчитывать на государственные и региональные пособия. А недавно семья Бобровых приобрела новый автомобиль. На его покупку в рамках нацпроекта «Демография» был выделен 1 миллион рублей, что является ощутимым подспорьем для многодетных семей. А что касается хороших новых дорог, то к их строительству тоже приложена женская рука. Галина Хапова – ведущий инженер дирекции территориального дорожного фонда Тверской области. Эта совсем не женская профессия была выбрана не случайно. Женщина решила продолжить династию дорожников. О выборе ни разу не пожалела. Всегда приятно, когда люди отзываются, что к какой-то деревне, населенному пункту сделана хорошая дорога. Но еще, конечно, предстоит сделать много, чтобы отзывов было больше и хороших дорог тоже было больше. Женщина-инженер награждена медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. По ее признанию, это своего рода как мотивация двигаться и развиваться дальше. Еще одна представительница совсем не женской профессии – Евгения Шифрова. Она участковой уполномоченной полиции. Хрупкая девушка работает в мужском коллективе уже больше двух лет. Только работу свою она считает очень даже женской. Ведь взаимодействие с людьми требует иногда женской проницательности. Благодарность губернатора для нее – самая первая награда за нелегкий труд. В принципе, с людьми хочется общаться чаще, где-то в какой-то момент им помогать. Когда тем более приходят, обращаются с какими-то даже пускай мелочными просьбами. То есть, ну, доставляет удовольствие. В то же время ты понимаешь, что ты делаешь очень полезное и хорошее дело. Глава региона подчеркнул, что вклад женщин в развитие Верхней Волжи и России в целом неоценима на протяжении всей истории государства. Отметил губернатор именно таких выдающихся женщин Тверской области, как Екатерина Бакунина, Лиза Чайкина, Тамара Ильина. Мы на протяжении всей нашей истории Тверского края видим, что женщины воплотили с собой верность, воплотили с собой любовь, материнство, труд. И самое главное – это любовь и забота о близких. Также глава региона Игоря Рудени наградил благодарственной грамотой Тверского гида, электросварщицу, доярку, спортсмен, конструктора и других. Вручены звания заслуженного и почетного работника культуры Российской Федерации, заслуженного врача. Благодарностью президента отмечена Лариса Щербакова, председатель Тверской областной общественной организации ветеранов труда и вооруженных сил и правоохранительных органов.